В кордах мы сегодня пришли к клонению Господу. Будем просить Его милости, будем просить Его благословения. Сегодня мы прочитаем место и Священное Писание. Пусть Господь благословит нас, и чтение Священного Писания дарует нам видеть Его лицом к лицу. У нас есть возможность поприветствовать друг друга. Среди нас есть много гостей, и после этого, когда будет время общения, пожалуйста, не забудьте поприветствовать друг друга, познакомьтесь с нашими гостями, вы можете сказать друг другу, мир вам, peace to you, пусть Господь благословит всех нас. Итак, место и Священное Писание, перед тем, как мы сейчас будем молиться, находится книга «Послание к филиппийцам», 1 глава, с 8 стиха, здесь так написано. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию». Как важно, чтобы мы пришли пред Божьим присутствием, имели вот эту чистоту сердца, жажду познания Его имени, Его знания, и чтобы во всяком познании, со всяким чувством мы познавали Его лучше, глубже, сильнее. Здесь я хочу на одно слово обратить внимание, чтобы мы были чисты. «Синсир» – английское слово, латынское слово «синчере» – без воска, без примеси, то есть то, что будет по-настоящему гореть и то, что будет по-настоящему сиять. Будьте чисты, будьте непреткновены. Сегодня все наше прославление, сегодняшний разбор Священного Писания, то, что мы заглянем в Слово, пусть это все подготовит наши сердца еще лучше, еще чище увидеть нашего Господа Иисуса Христа. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что и в этот час, сегодня мы можем предстоять перед Тобой. Благодарны Тебе, что Ты настраиваешь наши сердца на поклонение. Благодарны Тебе, что нас посетили сегодня гости из церкви, источник жизни, который напоминает нам еще раз, что мы все дети Твои. Независимо, где мы находимся, на каких языках мы говорим, мы Твои дети, мы будем разделять Твое Царство. Мы благодарны Тебе, что Ты даровал нам Священное Писание. Благодарны, что Ты вселил Духа Своего Святого, который вопьет в наших сердцах Ава, Отче. И мы, дети Твои, сегодня собраны для того, чтобы прославить Тебя. Господи, все, что мешает нам поклоняться Тебе, удали. Настрой наши сердца, чтобы мы не были чисты, чтобы они были непреткновенны, чтобы мы искали Тебя всей Своим естеством, всей Своей Душой. И сегодня еще раз и еще раз прикоснулись к Твоей благодати, милости и любви. Будь возвеличен и прославлен. Мы Тебе сердечно благодарим за этот час общения. Будь возвеличен наш достойный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Так, новая группа прославления поведет нас в поклонение. У нас есть две песни. Первая. «Великий Бог, когда на мир смотрю». Великий Бог, когда на мир смотрю я, На все, что Ты создал рукой Творца, На все существ, кого свой свет дару я, Ты даешь ты любовью Отца. Когда поет мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик. Когда поет мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик. Когда смотрю я к небу в звездам вечны, Где мир на свет мы не ведут, Где солнце и лунавы пили вечно, Как лаги они в корабли плывут. Когда поет мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик. Когда поет мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик. Когда весной природа рассветает, И слышу я не в роще соловья. И аромат долины грудь дыхает, И слух ласкает злом тишу в ручьях. Когда поет мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик. Когда поет мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик. Когда Господь меня сам призывает, И светит луч сияния Его. Тогда мой друг смирений смолкает, Признав величие Бога Своего. Когда поет мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик. Когда поет мой друг Господь Тебе, Как ты велик, как ты велик. За любовь, за милость, за спасенье, Благодарность ты прими от нас. Пусть несется без благодарения, Господу Он кровью нас спас. Благодарим, благодарим, За твою любовь благодарим. Достоин ты вечной хвалы, За твою любовь благодарим Тебя мы. Благодарим, благодарим, За твою любовь благодарим. Простой ты вечной хвалы, За твою любовь благодарим. Благодарим, благодарим. Благодарим, благодарим, За твою любовь благодарим. Достоин ты вечной хвалы, За твою любовь благодарим. Благодарим, благодарим, За твою любовь благодарим. Благодарим, благодарим, За твою любовь благодарим Благодарим, благодарим, За Твою любовь благодарим. Достой ты вечной хвалы, За Твою любовь благодарим. И я мы благодарим, благодарим, За Твою любовь благодарим. Достой ты вечной хвалы, За Твою любовь благодарим. Слава Богу! Будем это делать сегодня утром. Давайте откроем Иоанна, и мы прочитаем две главы, и после этого помолимся. Иоанна с первой главы до конца второй. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди меня, потому что был прежде Меня, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Ибо закон дан через Моисея, а благодать же и истинно произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, и ненародный Сын, сущий в недре отчим, Он явил Его. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его, «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили Его, «Что же, ты Илья?» Он сказал, «Нет». Тот пророк, он отвечал, «Нет». Сказали Ему, «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь себе Самому?» Он сказал, «Я глаз вопиющего пустыни, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланы были из фарисеев. И они спросили Его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не тот пророк?» Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он то, идущий за мной, но который стал впереди меня, и я недостойный развязать ремень у обуви Его». Это происходило в Вивафаре при Ордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». И, услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их, идущих, говорит им, «Что вам надо?» Они сказали ему, «Равви, что значит учитель, где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Иоанн, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаила отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус говорит ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям, «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут шесть каменных водоносцев, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою, и наполнили их до верха». И говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира, и понесли». Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, подчерпавшие воду, когда распорядитель зовет жениха. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, сам и матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. Сделал бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца Моего не делайте домом торговли». Причем ученики Его вспомнили, что написано, «Ревность по доме Твоем съедает Меня». На это иудеи сказали Ему в ответ, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Храм сей строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его спросили, вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя Его. Но сам Иисус не верял Себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Аминь. Помолимся. Слава Тебе, Господь, что Ты свет истинный, который пришел к нам на землю, Господь, воплотился, показал нам этот свет, открыл нам истинную благодать Твою. Господь, Твой храм был разрушен, и Ты его создал опять за три дня, Господь. Твое Слово исполнилось. И Слово Твое напоминает нам Твоей истине, Господь, о реальности того, что было в истории. Благодарим Тебя, что Ты сохранил это Слово для нас, Господь, и дал нам истинный свет, Господь. Будь прославлен в нашей жизни, в нашем собрании. Аминь. 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 Не знаю, чего бедным умом я постичь не могу. Может, глубже тебя я, Всевышний, познаю, И стремление к небу в душе сберегу. Я хотела бы знать твою волю, что скрыто, Что меня ожидает в пути впереди. Ведь тебе всё известно, тебе всё открыто, Ты назначил мне межи, где нужно пройти. О, Всевышний, я знаю, ты рядом со мною, Дух твой дышит, где хочет, и зрит все сердца. О, наполни уста моей дивной хвалою, Чтоб душа прославляла тебя без конца. Ты веди меня в свет тех святых откровений, Быть моим откровением, словом твоим. И в минуты молитвенных сладких общений Ты меня умудряй, ты так не постижи. Не хочу оставаться с пустою душою, Без присутствия верных свидетельств твоих. Ты сказал, что пути превосход не откроешь, Обрати мои очи узрить, чтобы их... О, Всевышний, я знаю, ты рядом со мною, Дух твой дышит, где хочет, и зрит все сердца. О, наполни уста моей дивной хвалою, Чтоб душа прославляла тебя без конца. От присутствия дивного Божьего света В сокрушении ликует восторгом душа. О, как дорого сердцу вообще не это, Как в присутствии Божьем жизнь хороша. Я так мало еще тебя, Господи, знаю, И постигнуть тебя я теперь не могу. Расскажи мне о таях, которых не знаю, Я стремление в небо в душе сберегу. О, Всевышний, я знаю, ты рядом со мною, Дух твой дышит, где хочет, и зрит все сердца. О, наполни уста моей дивной хвалою, Чтоб душа прославляла тебя без конца. О, Всевышний, я знаю, ты рядом со мною, Дух твой дышит, где хочет, и зрит все сердца. О, наполни уста моей дивной хвалою, Чтоб душа прославляла тебя без конца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Омень 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 Слава Бог! Омень Я и Костер вдвоем в этой ночного тишине Рядом тепло огня Свет и совет Пиши Только о чем писать В сердце гора из дров Мне бы огня достать Чтоб запылать костром Бог говорит Проси, будет тебе дано И для других сгори Людям отдав тепло Пламя трещит Поверь, время не трать, решись Это совсем не смерть Это дорога в жизнь Маленький мотылек К пламени подлетел Сдрогнул и, как герой, крылья Сомкнул, сгорел Скажите, глупость Бред Жизнь не ценить к чему Просто тепло и свет были дороже ему Просто он подвиг свой Выполнил для меня Чтобы, мой друг, с тобой Мы не страшились огня Чтобы в улыбке других счастье Своё узреть Чтобы всю жизнь для них Божьим костром гореть Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, небо чистое и святое, Гибрия и життя моё, Там всех ждет нас Господь в небесах. Там не буде горя, не буде журби, Сам Господь зітрет сльози мої. Вічно буде в небі, Бога прославляй, Його ім'я вічне, певний чай. О, небо чистое и святое, Гибрия и життя моє, Там всех ждет нас Господь в небесах. Боже, милосерний, просимо в цей час, Ти не залишай ніколи нас. Ти тримай нас, Боже, у своїх руках, Щоб діти з тобою в небесах. О, небо чистое и святое, Гибрия и життя моє, Там всіх чекає нас Господь в небесах. О, небо чистое и святое, Ти мрія и життя моє, Там всіх чекає нас Господь в небесах. Слава. Там всіх чекає нас Господь в небесах. О, небо чистое и святое, Бачу я Ісуса прославленим величним, З керовою на ньо свій 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 свій. Бачу я Ісуса прославленим величним, Бачу я Ісуса з одягну диму величний, Великий Він, Піднесений Він, Живе в святых святых. И анделы все спевают святых, Все святые спевают святых, Вся земля спевает святых, Святый наш Господь. Хвала, Антю Давид, На кроме святых, Сила и слава давить ее бун, Антю хвала, Че в будущем есть сорок лет. Хвала, Антю Давид, Хвала, Антю Давид, Сила и слава давить ее бун, 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 Вся земля спевают святых, И анделы все спевают святых, Все святые спевают святых, Вся земля 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 спевают святых, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok На плечах лежит моих И среди житейских пить Ободряет ласково меня Мир вам, братья и сестры Я буду читать место из Священного Писания Которое записано в послании к Фессалоникийцам Вторая глава, восьмой и девятый стих Ибо благодатью вы спасены Через веру и сияние от вас Божий дар Не от дел, чтобы никто не ввалился Ибо мы его творения Созданы во Христе Иисусе На добрые дела Которые Бог предназначил нам исполнять Ну прежде чем мы начнем рассуждать Я хотел бы сделать такое Ну приветствие вам Мы пришли из церкви Которую вы, наверное, знаете Называется она по нашему джерело життя Вы ее называете по-другому И пастор нашей церкви Это Вадим Дашкевич Молодой пастор Ну не очень молодой уже Но энергичный, активный И ищет новые, как бы сказать, пути, варианты Что мне очень нравится Как можно поклоняться Богу Перед вами был наш хор А также группа Фимиам Вот здесь пела группа Несколько человек Фимиам отметили 10 лет в этом году Я думаю, что даже состав не поменялся Вот так чуть-чуть, может быть Ну чем поменялся Стали выглядеть чуть солиднее А так-то все на месте осталось Мы любим эту группу Фимиам, они хорошо поют И такие, ну, христоцентричные песни Прославлять Господа, что мне очень нравится Ну и наш хор Один из хоров Это хор Глориан называется Я не знаю, вам понравилось их пение? Очень Два регента, поэтому вам понравилось Одно имя Андрей А второго имя Эдуард, Эдик Ну, Эдик это тот, кто ходит Вот так вот, ходит туда-сюда Я вам скажу, он вам даже хорошо Тут стало блестеть лучше Я смотрю, где он ходил Вот, такой он подвижный С ним в Африку хорошо ехать За своего сочтут там Там тоже всех машут, ходят Думаю, с ним туда можно ехать Вот Но я вспоминаю, когда он Первый раз у нас появился Я уже был в церкви Он только появился, вышел И стал он руководить Ходить вот так И это истина И смотрю, он приближается до края Я стал молиться Господи, хоть бы он не упал Помоги ему Думаю, сейчас свалится назад Но смотрю, не свалился И так он все время ходит Ходит, я уже перестал молиться Думаю, пусть ходит Все равно не падает Перед нами читалось слово Слово Ивангелия от Иоанна Ивангелия от Иоанна Это очень интересный Ивангелия Братья и сестры Очень интересный Ивангелий Его нужно читать Практически это Ивангелия Было написано С одной целью, можно сказать Или с основной целью И эту цель Евангелист Иоанн сам описал Я очень легко помню Этот стих И на нашей группе Всегда говорю Запомните 20 глава Последний стих Даже можно не запоминать Какой стих Последний стих 20 главы И там сам Евангелист пишет Зачем он написал Этого Ивангелия Сие же написано Дабы вы что? Уверовали Братья Уверовали Что Иисус Есть Христос Сын Божий А веруя Или и веруя Имели жизнь вечную Каждая глава В этом Ивангелии Практически говорит О том Что Иисус Христос Есть Сын Божий И люди должны Уверовать Она очень Эта Евангелия Она сконцентрирована На вере И на Христа Практически Я не нашел Такой главы Где бы не говорилось О божественности Иисуса Христа И о том Что нужно Веровать Там даже написано 11 и 12 стихи Помните Он пришел к своим А свои что? Что значит Не приняли Не согласились С его учением Он сказал Не крась Они крадут Он сказал Не обманывать Они обманывают Он сказал Нужно Богу поклоняться А не еще кому-то Он сказал Он принес учения А они не приняли его Он сказал Что надо веровать В Сына Божия Они веруют В дела свои Угу Не приняли его Но некоторые приняли А тем Которые приняли его Верующим Во имя его Он дал большую власть Вам Да Быть сынами Божьими Дочерями Божьими Это большое дело Братья и сестры Мы пройдем 60-70 лет Я сейчас все больше Больше Ну не скажу Что каждый день Но как-то Оглядываюсь назад И Кое за что Благодарю Господа Что Жизнь не прошла Всегда напрасно Оно в многих случаях Прошла Можно было бы По-другому И как-то думаешь Вечно что впереди Это быстро пролетает Быстро проходит У нас было Было Такая Было Пять проповедей Такая Тематика Мы В нашей церкви Вели Тему О Реформации Я хочу Сегодня Тоже Продолжить Может Наши братья Уже слышали Может Немножко Будет Изменено О том Что Пять основных Вопросов Только благодатью Только вера Только Иисус Христос Только Бог И только Евангелие Ибо благодатью Вы спасены Через веру И сияние от вас Божий дар Не от дел Чтобы никто Не Фалился Чтобы никто Не фалился Может быть Я не смогу Переключать Не знаю Куда его направить Нам Братья Помогите Окей Немножко Реформации Что такое Реформация И как Она Существилась Вы знаете Что в этом году Отмечается Пятьсот лет Содня Реформации В 1517 году И до сегодня 2017 год Ровно Пятьсот Лет 31 октября Это город Виттенберг Я там был Видел Был в этой церкви Видел даже на дверях Вот эти 95 тезисов Которые Прибил Мартин Лютер До дверей Я бы сказал Я бы сказал Что Вопросы Реформации Интересовали Людей Намного Раньше Даже В школе Я помню Учил Про Ян Гуса Ну и говорили Что это человек Который Как бы сказать Политический Деятель Боролся За 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 Людей На самом деле Это был Ян Гус Был человек Он был грамотный Вы знаете Он Имел Высшее образование И он Был даже Ректором Университета Но впоследствии Стал Стал Проповедником И проповедовал Евангелие В чем же было Обвинение Ян Гуса Что его сожли На огне На костре Это было За 100 лет Еще до Мартин Лютера Интересно Что во всех Его В списке Его обвинений За что его сожли Как еретика Было два интересных Два обвинения Одно было за то Что он В церкви Применил Петь Общим пением То что мы Сейчас делаем И то что в церкви Он читал Библию На родном Чешском языке Так было и написано Читает Библию И проповедует На родном Чешском языке Это была ересь Братья и сестры Представляете Чтобы я сейчас вышел Ну чтобы я знал латыни Начал вам читать на латыни Даже если по-украински Став говорить И то наверное Не все Безразумило Але Вин Став проповедовать И за это Он пострадал Чтобы петь Общим пением Чтобы читать Библию И я думаю А реформация Нам нужна сегодня Я когда слышу Что часто говорят Что братья и сестры Давайте все петь вместе Общим пением А я думаю Да Сегодня даже не все Хотят петь Общим пением Тогда хотели Люди даже страдали И умирали Что же повлияло На Мартин Лютера И на его понимание На его понимание Прежде всего Поиск истины Поиск истины Он искал истину Он искал Как человек Может спастись На него сильно Повлияло Послание До римлян К римлян Особенно Третья глава Он читал И я его прочту Это 21 стиха И ниже Но ныне Независимо от закона Явилась Правда Божия Окей Пускай стоит Но ныне Независимо от закона Явилась Правда Божия Праведность Божия Для людей Правда Божия Через веру Интересная мысль Правда Праведность Ваше оправдание Мое оправдание Оно является Через веру И дальше он читает Ибо все согрешили И лишены славы Божией Братья и сестры Если кто-то В нашем собрании Думает Что он жизни Не согрешил То апостол Почему-то утверждает Что все согрешили Все сделали грех Нет праведного Ни одного Говорит апостол Никто не ищет Бога Все согрешили Но вот Лишины славы Божией Но вот получая Оправдание даром И дальше он пишет По благодати Его По благодати Господа По благодати Божией Через веру В прощении грехов И 28 стих Ибо мы признаем Что человек Оправдается верою Независимо От дел Закона Что же Мартин Лютер Понял Братья и сестры Что же он Понял Вот эти вот Пять вопросов Которые он понял Спасается человек Только благодатью Только через веру Только Евангелие Только Христос И только Бог Когда я был В американской церкви Я посещал Миннеаполис В Миннесоте Ходил в американскую церковь Несколько лет Мне очень нравилось И пошел я туда Чтобы Чтобы учиться Там было еще Занятие Байбел институт И вы знаете Они очень часто говорили Вот это слово Что я написал внизу By grace Through faith Plus nothing Nothing И я часто думал Что они такое говорят Вы знаете У меня уже было Ну 50 с чем-то И все же я удивлялся By grace Through faith Plus nothing Я приходил домой И думал Ну что бы это значило Особенно добавляли они Плюс ничего Благодатью Через веру И ничего нельзя добавить И я задумался тоже над этим Что бы это значило И вот Мартин Лютер Он понял эти истины Которые он не понимал раньше Благодатью Через веру И нельзя ничего Добавить Только благодатью Братья и сестры На их языке Это было Соло Грейт Или только верою Человек спасается Он искал Это Слово только Он ли Тильке Соло Вы знаете Вы скажете Что бы это значило Неужели католики В свое время Они не верили В этот стих Неужели католики Читая что благодатью Вы спасены Через веру Они не воспринимали Этот стих Думаете Они что его Вырезали этот стих Но 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 Они понимали Этот стих Принимали Этот стих Но и как я пишу Что они не ставили Слово Только А ведь это так звучит В послании апостола Павла Это так подразумевается В послании апостола Павла Что только благодатью Только верою Они выбросили Они не хотели Принять вот это слово Только благодатью Они говорили Что спасение Может быть не только благодатью А можно спастись Через церковь Можно купить Индульгенции Можно Можно вымолить Можно делать добрые дела Можно помолиться Марии Можно молиться Святым Не обязательно Только через Иисуса Христа Можно получить Через апостола Можно 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 И вот Мартин Лютер Думая об этом Учении Католиков Он пришел Вот к такому выводу Он пришел к выводу Что только благодатью И только верою И никакими Делами Более Вы скажете Зачем ты это Нам все рассказываешь Какое значение Реформации Для нас сегодня Вы знаете Смысл реформации Он заключается в том Что С этого времени Церковь Возвратилась К основам Веры К основам Евангелия К основам Учения Иисуса Христа Вот это очень важно Это очень важно И сегодня Братья и сестры Жить Только на основании Евангелия Кто не живет Сегодня на основании Евангелия Нужна реформация Нужна реформация Во время реформации Люди не читали Библию Людям даже рекомендовали Не читать эту книгу Вы ее не поймете Она страшная книга Мартин Лютер О себе говорил Что до 20-летнего возраста Ему в руки Не давали Эту книгу Библию Он ее даже Не держал Боялся ее Взять в руки Вы знаете Замечено Что поколение От поколения Начиная Может быть От пробуждения Со времен От Мартин Лютера Следующее поколение Отходило Немножко От основы Евангелия Следующее поколение Еще больше Отходило Как вы думаете Мы отошли Немножко Каждое поколение Отходит Оно отходит Но бывайте Возвращаются И нам сегодня Тоже нужна Реформация В какой-то мере Чтобы Евангелие Это была Наша основа жизни Как-то Вот уже в Сакраменто Я ехал в автомашине С одним пастором Молодой человек Он пастор церкви И вот он На святофоре Остановился Как-то на красный свет Стоим Он обворачивается Ко мне Говорит Что Александр Ну ты мне Объясни Вот как понимать Спасение Как мы спасаемся Я говорю Что ты имеешь ввиду Ну все-таки Вот те так Говорят Те так Как мы спасаемся Я не пойму Я говорю Слушай Дорогой От святофора До святофора Я тебе не объясню Но сам К себе ехал И думал Я расстроился Пастор Церкви Как же Быть уверен Библия Сестры Нужно Нужно ли пробуждение Сегодня Чтобы слушать Чтобы слышать Чтобы понимать Всегда И хочется слушать Каждое слово Как они поют Это очень важно Слышать И понимать И понимать В то время Мартин Лютера Люди Не понимали Библию Не понимали Основ Евангелия Ну а сегодня Нужно ли нам Сегодня Ну давайте я скажу Всем ли мы знаем Где написано Ибо так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своединородного Правильно Вы всегда Сколько я не прихожу Вы всегда говорите Я знаю Вы один Отвечаете Это хорошо Написано в другом месте Бог есть Дух Поклоняешься Ему Должны поклоняться В Духе Истине Знаем ли мы где Основы нашей Евангелия А где написано Благодатью Вы спасены Через веру Все они от вас Божий да Мы прочитали сегодня Его надо запомнить Чтобы знать это Как же я верую Надо помнить Не только в 15 столетии В 16 столетии Но сегодня Вот это надо нам Надо чтобы мы читали Знали И понимали И понимали Сегодня тоже Некоторые не читают И не изучают И даже не хотят Учить на память На память Слова Евангелия А нужно Братья и сестры Вопросы реформации Нужно ли спасение Это были основные вопросы А от чего нужно спасаться Быть спасенным Кто может спастись Как спастись Первые три вопроса В те времена Еще более-менее Люди понимали А каждый понимал Что спасение Нужно Потому что он грешник Они видели Они видели Трудности в жизни Они понимали Что всякая болезнь Или эпидемия Все это было За их грехи Они понимали Что им нужно Спасение В принципе А что такое спасение Спасение Я записал себе Такую мысль Спасение Это освобождение От дьявола Братья и сестры Это спасение Это освобождение От проклятия Закону Спасение Это освобождение Или как бы сказать Прощение Всех наших грехов Я впервые услышал Здесь в Америке Там я не слышал Что Бог Иисус Христос Прощает нам Прошлые грехи Настоящие грехи И будущие грехи Я пошел домой И моя голова Не воспринимала Как Будущие грехи И каждый раз Когда я приходил в церковь Они повторяли Часто повторяли Иисус Христос Простил нас Прошлые грехи Настоящие грехи И ваши Будущие грехи Как детей Божьих Дочерей Божьих И потом я стал думать И подумал И правду говорят Кровь Иисуса Христа Она очищает нас От всякого греха И где уверенность Что завтра Я не сделаю Проступов Как мне получить прощение Идти к крови Нашего Господа Иисуса Христа От чего нужно быть спасенным От власти греха От силы греха Братья и сестры От самого греха А вы скажете А что такое грех Ну не спрашивайте меня Потому что я уже На сегодняшний день И сам порой Не могу определить Что такое грех Я смотрю Если ради доллара То люди Все могут делать Ради там Красоты Тоже все могут делать Чтобы популярным Церкви Тоже могут все делать Я даже думаю А что грех А что не грех Уже и сам говорю Я не знаю Порой Это можно Это не можно Знаете Это очень интересный вопрос К основам Иоанн вернуться А что же грех Остается может быть Пару Два Три Четыре Греха Которыми Еще как-то Их обходим Но Может быть Не все И славит Господа Может быть Даже Может Если ты не делаешь Добро А нужно делать То тоже что Здесь написано Если ты Разумеешь делать Добро И не делаешь Кто может спасти Бог В этом не было Трудности Но мне нравится Один стих Который говорит Апостол Павел О Боге Братья и сестры Потрясающий стих Мне он не очень Подходит Я думаю Что вы тоже Немножко согласитесь Четыре Пять Послание Опять-таки К римлянам Но верующему В того Кто Оправдывает Нечестивого Но верующего В Бога Бог на себя Берет Такой Титул Бог Я Бог Оправдывающий Нечестивого У вас было Куда-нибудь Членское Собрание Чтобы вы Оправдали Нечестивого Я не помню Я не помню Чтобы мы Оправдывали Нечестивого Но интересно Напосыл Павел Павел Говорит Что Бог Обратитесь К тому Веруйте В того Бога Который Оправдывает Нечестивого Я сам себе Подумал Мне лучше Быть оправданным Не важно Как уже Называться Буду я Я уже И согласен Не называться Праведником Лишь бы Быть Оправданным Богом Бог Оправдывающий Нечестивого Это великое Братья и сестры Это Божья благодать Это такая благодать Благодатью Вы спасены Через веру Вот эти Все вот эти Люди Нечестивые Имеют шанс Прийти к Богу И быть спасенным Его Благодатью Благодатью Как спастись Как спастись Вот здесь была Трудность для Мартин Лютера Для твоего времени Как спастись Предлагала Католическая церковь Один путь Спасения Покупать Там Вымалывать Подниматься По ступенькам Там Ихнего храма Куда и Мартин Лютер пошел И на каждой ступеньке Должен был поклониться И заплатить Грош какой-то Только Благодать спасает Он читая Библию Пришел к одному Выводу К одному решению Только Благодать спасает Что такое Благодать Как-то я В нашей церкви Проповедовал Ну так Быстро проповедовал О благодати И говорил О Чарльз Пержен Привел такой пример Чарльз Пержен Он когда-то писал О своем дедушке Что дедушка Он не помнит Сей проповеди Но помнит Как дедушка Проповедовал О благодати И говорил У Господа Есть благодать Благодать Всякому человеку Он в конце говорил Дедушка Но есть благодать Которая вам Сегодня не нужна И все люди Заинтересовались Какая это благодать Которая сегодня Не нужна Но будет нужна Потом И когда он Пришел к концу Проповеди Он сказал Такую миссию Умирать Трудно Порой страшно Начинаешь думать Но у Бога Есть благодать На этот момент На момент смерти Вот тогда Это благодать Вам будет нужна Благодать Незаслуженный дар Милосердие Божие Братья и сестры Апостол Павел Искал Как спастись Кто спасает Как быть праведным Мартин Лютер Искал И вы знаете Они нашли ответ Они передали его Нам Особо о благодати И о вере Говорится в двух посланиях Послание к римлянам Послание к ефесянам Вот эти два послания Которые наиболее Апостол Павел Говорит о благодати Послание к римлянам Очень интересное послание Я его не понимал Может быть не все И сегодня Понимаю до конца Но стал более Любить его Стал интересоваться Оно мне стало Любимым посланием Вы знаете Как-то я читал Одну книгу Толкования на послание И прочитал Такую мысль Которая меня Немножко затронула Кто не понимает Послание к римлянам Тот не может понять Евангелие Иисуса Христа Угу Я подумал Ничего заявки Кто не понимает Послание к римлянам Тот не может понять Евангелие Иисуса Христа Дальше читал Послание к римлянам Есть ответы На всежизненно важные вопросы Это действительно правда Братья и сестры Я не буду проходить Хотя я думал Пройти немножко По этих главах Послания к римлянам Он очень интересный Но Мартин Лютер И мы сегодня Базируемся Основываемся На этом послании В вопросе Нашего спасения Благодать Благодатью вы спасены Что такое благодать? Вот в этих книгах Я вычитал Одну интересную мысль Благодать Это незаслуженное Расположение Бога И дальше что? И его решение Не просто простить грешника Но подняв его из мертвых Одарить его Всеми богатствами Сына его Иисуса Христа Нас с вами, братья и сестры Благодать Только благодать И апостол Павел говорит Я больше всех потрудился Больше всех потрудился Но, впрочем, не я Но благодать А потом однажды Он тоже сказал О себе такое Я есть той, кто я есть А потом добавляет Благодатью Господа Иисуса Христа Я есть той, кто я есть Смотрите Бог Я подчеркну слово Богатой милостью Бог очень имеет Много милости к нам Даже в Ветхом Завете Написано Я Бог, который люблю миловать Мне это нравится стих По своей великой любви Не по моей любви к нему Не по вашей любви к нему Братья и сестры Не по любви грешника к нему Нет и нет Но по своей великой любви Нас мертвы Нас мертвы Мы были некогда мертвы Он взял и оживотворил Сделал нас живыми Мы с вами живые дети Божии И дальше говорит Благодатью вы спасены Милостью Божией вы спасены Он посадил нас на небеса Во Христе Иисусе Когда я был молодым Еще года 23 Было мне Я помню Приехал к нам Из Канады Пятоха Кто может слышал такое имя Молодые не знают Это был такой На то время Знаменитый проповедник Он приезжал к нам в Украину В Россию Пятоха Александр его зовут Он говорил хорошо по-русски И он в нашей страде братьев Объяснил вот это место Бог посадил нас на небесах Вы думаете я понял Я шел домой и все время думал Ну как на небесах Куда я сейчас в автобусе сижу Вот еду домой и на небесах Как? Я не мог никак это понять Он объяснял Объяснял И все равно я не понял Но оказывается Действительно в Иисусе Христе Мы с вами посажены на небесах Интересно 7 стих здесь говорит Дабы явить в грядущих веках Призабильное богатство Опять же таки благодати Оказывается в грядущих веках В будущих Когда мы будем на небе Мы с вами братья и сестры Увидим или получим Изобилие благодати Сегодня мы только чуть-чуть-чуть-чуть Прикоснулись к ней Бог только возродил нас Сделал нас живыми Проявил к нам милость Оправдал нас И говорит нам Что в будущем В будущем Вы получите Намного Намного В грядущих веках Призабильное Богатство Благодати В Иисусе Христе Это очень важно Братья и сестры Это повлияло на Мартин Лютера Пусть это повлияет И на нас Ибо благодатью Вы спасены Еще один вопрос Там по-украински Я уже не успевал Переделывать Только верою А как же быть С добрыми делами Я вам скажу О добрых делах И о том Чтобы заработать Спасение Нас Многих Учили И научили В том числе И меня Меня часто спрашивали Ты помнишь Место из Библии Написано Приготовься К переселению Твоему Я говорю Да я то помню Но я не понимаю При что мне Чемодан готовить Или что мне делать Как приготовиться Оно не готовиться Мартин Лютер Написал Такую мысль Только верою В момент Когда ты начинаешь Иметь веру Ты обнаруживаешь Что все Что в тебе Грешное Заслуживает Порицание И осуждение Как говорит Апостол Павел Братья и сестры Когда мы Начинаем читать Аккуратно Библию Когда мы Больше и больше От веры В веру Переходим Мы замечаем Что в нашей жизни Есть нечто Греховное Что нуждается В Божьей благодати Ну а как быть С добрыми делами Я сделал Такую выписку Мы не представляем В себе веры Лишенной Добрых дел И оправдания Которая может Существовать Без них То есть Если я уверовал Если мы Уверовали Не может быть Такого Чтобы наша вера Была без Добрых дел Мы это Не можем Мы не можем Воспринять Такую веру Интересный вопрос Чем мы Отличаемся От католиков Вера Плюс Добрые дела Это спасение Я нарисовал Вам Одну иллюстрацию В которую Верю Католики Верят Вера Плюс Дела Является Оправданием Наше протестантское Понятие Вера Она дальше Приносит С собой Всякая вера Идет Это Добрые дела И оправдание Наше Вера Затем Идет Добрые дела Бог Сотворил нас В Иисусе Христе На добрые дела И оправдания Идут вместе Вот это интересно Помнить Я не буду Дорого Объяснять Но нужно Понимать Эту мысль Католическое Понятие Это И последнее Братья и сестры И последнее Одно из последних Формула Христос Плюс Если Христос Плюс Мария Если Христос Плюс Святые Если Христос Плюс Добрые дела То я бы Сказать Что это Речение От Божьей Благодати От Божьей Благодати Что такое Вера Коротко Вера Братья и сестры Прежде всего Окей Вы верите Этому человеку Что это значит Что это значит Вы верите Что он говорит И соглашаетесь С ним Не так ли Братья и сестры Вы со мной Что значит Верить человеку Верить человеку Это означает То что он говорит Вы согласны И так понимаете Как он Окей Что значит Верить Богу Просто уверовал Что он есть Но-но-но-но-но Вера Это когда я соглашаюсь С Богом И хочу мыслить И мыслю так Как Бог Так как Бог Смотрит на грех Так и я на него Смотрю Так как Бог Смотрит на добро Так и я смотрю Так как Бог Смотрит на спасение Так и я смотрю Вот что значит Вера Вера Это согласие С Богом Как он Смотрит Так и я Смотрю Так и я смотрю. Еще один вопрос. Вера не есть статистическая. Что такое статистическая? Сталая. Вот я уверовал, и все. Но-но-но. Вот веру в веру. Вера, она всегда растет. Мы должны расти в познании нашего Господа Иисуса Христа. Мы должны расти в познании Его науки. Мы должны расти в познании учения Иисуса. Мы должны расти, вера это когда человек растет, когда христианин растет, она не сталая величина, не статическая, нет, нет, праведной верой и жив будет, братья и сестры, из веры в веру, как говорится. Ну, я вам рассказывал и еще раз скажу один такой случай из моего, пусть будет детство, потому что если я скажу юношу, то будет нехорошо. Был я, видимо, отруком, и вы все были молодыми, правда, особенно мужчины, да, вам приходилось, чтобы вам понравилась школьница, одноклассница ваша, мужчинам, ребятам, приходилось, мне приходилось. И когда вот она мне понравилась, та девочка, а подойти стыдно к ней, даже подойти было стыдно, ну, такое было время, может, сейчас по-другому, что мы делали? Мы брали цветок, ромашку, да, и листок, отрывали, любит, не любит, любит, не любит, но мне всегда было в конце, не любит. И когда я отрывал этот последний листочек, то я говорил тогда, ну, не любит, значит, я к ней не подойду. Все, ромашка мне сказала, значит, так и быть. И на этом было решение, ромашка сказала. И я вот так думаю, что во многих христиан, не во всех, у нас нет, я думаю, но во многих христиан вот эта вот ромашечная вера. Берет лепесток и начинает. Спасен, завтра не спасен. Опять спасен, не спасен. Спасен, не спасен. Ромашечная вера. Вера, она не ромашечная. Ибо благодатью мы будем спасены или уже спасены? Благодатью мы спасены. И сиене от вас Божий дар. Я хотел бы закончить слово своё такими словами. Реформация нужна и нам сегодня. Мы должны отличать евангельское учение о праведной жизни и о неправедной жизни. Сегодня, как никогда. Простите, но я так смотрю и думаю. Сегодня, как никогда. Я это не говорю, смотря на других, я смотрю на себя. Смотрю на себя, что порой действительно я уже не могу отличить правое от левое. Что хорошо, что плохо. Что праведно, что неправедно. Что евангельское, что неевангельское. Основы веры. Знание Евангелия. Я вам говорю, что не все люди даже читают Евангелие сегодня. Не все люди изучают Евангелие сегодня. Не все изучают, а его нужно изучать. Нужно не только прочитать, сесть с утра. Может быть, уже с годами. Раньше я тоже так думал, что вот нужно читать две главы в день, три главы в день. Обязательно три. Нам раздавали такие графики, что если читаешь по три главы любой книги, кроме псалмов, там больше нужно читать. За год прочитаешь всю Библию. Я держался этого графика. Но сейчас я часто беру в руки Библию. Прочитаю два-три стиха. И думаю, а я? Как я? Какое мое отношение к прочитанному? А прочитанное есть Божье Слово. Верю ли я, что Богу? Верю ли я, что это Его наука? Верю ли я, что это так написано? Верю ли я, что Он так сказал? Верю. Ну, коль веришь, так живи. Так живи. Вот это очень важно. И я приглашаю к молитве. Хочу, чтобы мы поблагодарили Бога, как сказал апостол Павел. Ибо благодатью вы спасены через веру. Съение от вас Божий дар. By grace, through faith, plus nothing. Да благословит вас Господь. Поблагодарим нашего Господа за Его благодать к нам. Аминь. Господь и Бог, Ты, Создатель неба и земли, Ты сотворил все, вселенную, видимое, невидимое и нас. Господь, Ты сотворил для славы Своей. Я особенно благодарю Тебя, что всем Ты нам в свое время дал в руки Слово Твое Святое, дал Господи покаяние и живую веру, что мы поверили в Тебя, Господь, что Ты есть Бог, который оправдывает нечестивых. Я очень рад этим словам. Я рад тому, что Ты такой Бог, что любишь миловать. Слава Тебе. Господь, я верю в то, что только благодатью через веру, только Ты Бог, только Ты Христос, и только Твоя святая книга, Библия, играет роль в нашей жизни. И к этому мы должны обратиться. И я, Господи, славлю Тебя. Да будет Твое благословение на народе Твоем. Да будет Твое благословение на этой церкви. Господи, пошли Твою благодать на них. Пошли, Господь, милость Твою и свое благословение прошу во имя Иисуса Христа, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, Вы можете садиться. У нас есть два резервных пения. Мы споем, наверное, с группой «Хвала Тебе, наш Господь». В это время у нас пройдет сбор на нужды по местной церкви. У них есть еще в резерве то пение, которое, сказал брат Александр, свершилось. Пусть оно будет большим таким благословением для и по местной церкви. Так что сначала мы подготовимся для того, чтобы сделать сбор. В это время я несколько объявлений скажу. Сразу у нас будет членское собрание в конце этого месяца, последнее воскресенье. Занятие для крещаемых у нас началось и проходит каждое воскресенье в 9 часов утра. Разбор священного писания. Вот этот библейский час у нас по средам. Спевка духового оркестра, которая началась в прошлый четверг, в этот четверг не будет. Из-за того, что у нас есть поездка в Мексику, мы едем на несколько дней в Мексику с молодежью. Эта поездка будет стоить нам 50 долларов, которая должна купить наш бензин и там проживание. Так что те, которые из вас планируют, знайте, что у нас будет 50 долларов сбор за это. И, братья, нам нужно быть в графике по уходу за церковным нашим имуществом. Внутри здесь и за пределами Сергей Гринник имеет определенный список. Пожалуйста, запишитесь туда, если у вас есть какие-то свободные субботы, чтобы также потрудиться и здесь. Мы сейчас сделаем сбор. В это время мы можем спеть вместе. Хвала Тебе, наш Господь. И после этого наши братья и сестры заключат таким торжественным пением. И в заключении мы помолимся. Хвала Тебе, наш Господь. Хвала Тебе, Бог Святой. Хвала за Иисуса, Сына Твоего. Хвала Тебе, наш Господь. Хвала Тебе, Бог Святой. Хвала за Иисуса, Сына Твоего. Хвала Тебе, славы скажет, я зелен, бедный скажет, я богат. Хвала Тебе, наш Господь. Хвала Тебе, Бог Святой. Хвала Тебе, славы скажет, я зелен. Хвала Тебе, славы скажет, я богат. Благодаря тому, что Бог нам дал. Хвала Тебе, славы скажет, я богат. Хвала Тебе, Бог Святой. 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 Свершилось на небеса буду вечно я злим. Свершилось на небеса буду вечно я злим. Мы, Боже, мы... Слава Богу! Слава Богу! Действительно, прекрасное время, время поклонения, когда все мы могли настроить наши сердца, чтобы Господь проговорил каждому из нас. Я приглашаю наших музыкантов, чтобы они создали такой, пусть музыкальный фон будет. Я хотел бы пригласить тех, которых касается Дух Святой. Если Господь касается вашего сердца, у вас есть желание преклониться перед Богом и сказать Ему, Господи, только Ты, Господи, только Писание, только через веру, только через Твою благодать. Я признаю себя грешником, я хочу жить в Твоей семье, я хочу быть Твоим детем. Сейчас будет как раз то самое время. Я приглашаю вас всех, чтобы вы как Церковь поддержали тех, которые имеют желание млиться перед Господом, восстановить свою жизнь духовную, восстановить внутреннего своего человека. Я прочитаю место из Священного Писания, вот то же самое из послания к римлянам, которые уже мы слышали, но он еще раз напоминает нас, что нас ничего не отлучит от Божьей любви. Это римлянам, 8 глава, с 35 стиха. Апостол Павел через Дух Святой спрашивает, кто отлучит нас от любви Божьей? Смерть? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за Тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силу возлюбившего нас. Бо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Господь, если касается Вашего сердца, если все, что сегодня было спето, сказано, пусть оно настроит Вас на то, что сегодня Вы Дитя Божие, и ничто Вас не может отлучить от Божьей любви. Если касается Вашего сердца, если Дух Святой сегодня говорит вместе с Вами, можете выйти вперед, а мы вместе с Вами будем молиться. Я приглашаю Церковь, чтобы мы все встали. Буквально в одно предложение. Давайте каждый из нас помолится, и в это время, если кто-то хочет выйти на покаяние, мы встретим Вас здесь и будем вместе с Вами молиться. Одним предложением. За что Вы сегодня благодарны Господу? За Библию, за благодать, за Духа Святого. Что в Вашем сердце сегодня, чтобы могло воскликнуть Господу и Творцу и Спасителю Иисусу Христу? За что мы сегодня благодарны Ему? В наших коротких молитвах. В одно предложение. Пусть это будет множество молитв. То есть пусть это будет, как сегодня, фимиам перед Господа. Пусть это будет Ему букет из нашей хвалы. За что сегодня Церковь Божия благодарна Ему. И это же самое время, если Господь касается Вашего сердца, выйдите вперед, и мы вместе с Вами помолимся заключительной молитвой. Итак, Церковь, молимся короткими молитвами в одно предложение. И Ему добудется это слава. Аминь. 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 Будем вместе молиться с Артемом. Артем пришел, чтобы обновить свое покаяние. Пусть Господь в этом благословит. Аминь. Аминь. Господи, прости меня за все грехи. Все Тебя даю, Господи. Прости, Господи, что сделал. Я чувствую, что Ты, Господи, придешь мне к себе все эти годы. Господи, я дам мне к себе, которому я буду тебе благодарить за все. Прости меня. Аминь. Аминь. Благословит тебя всей своей жизнью. Он ощущает эту потребность быть очищенным. Ты простил, вошел в его жизнь и полностью поменял все, что тебя не славит. Благослови его жизнь обильно Через твою многомилость И ту благодать, которую ты приготовил для его жизни На сегодняшний момент, коснувшись его сердца Озари его своим присутствием Благослови его и жизнь его И то служение, которое ты приготовил перед ним А мы как церковь хотим поддержать Хотим благословить И всячески поддерживать молитвенно Ты будь возвеличен и прославлен Живой в его жизни И будь прославлен в его жизни Наш достойный Бог Отец Сын и Том Святой Если есть еще кто-то, кто хочет присоединиться Попрошу, чтобы группа исполнила Есть призывное пение у нас Пусть это будет послушать Все оставайтесь стоять И Господь продолжает касаться наших сердец Это время, когда мы можем обновить Наше покаяние Время, когда мы можем прийти к Господу Используйте это время Для того, чтобы Господь мог проговорить вам Скрой меня своим крылом Сохрани под сильною рукой Пусть бушует шторм и гром гребит Над пурей буду я с тобой парить Мой Отец бежал на всей землей Я не боюсь, мой Бог со мной Найду покой Пусть бушует шторм и гром гребит На пурей буду я с тобой парить Мой Отец бежал на всей землей Я не боюсь, мой Бог со мной Пусть бушует шторм и гром гребит На пурей буду я с тобой парить Мой Отец бежал на всей землей Я не боюсь, мой Бог со мной Я не боюсь, мой Бог со мной Несмотря на то, что сегодня было прекрасное песнопение Это не изумило нашего Бога Несмотря на то, что сегодня была прекрасная проповедь Мы не украсили небо этим Но живая душа, которая вышла в покаяние Это действительно украсит небо И ради этого делаются такие служения Мы благодарны, что вы сегодня все были участниками И свидетели прославления Бога И что сегодня путем выкновить свое покаяние перед Богом Стать на этот путь следования И быть Его истинным Детем Пусть Господь благословит всех нас Мы закончим это служение молитвой Отец Небесный Мы так благодарны Тебе, что сегодня мы можем быть в поклонении Тебе Так много сказал нашему сердцу Благодарны Тебе, что сегодня наши братья и сестры с Украинской Церкви могли присоединиться к нам Благодарны, что сегодня мы, как Вселенская Церковь, могли прославлять Твое Святое Имя Не взирая на разницу в наших языках Осознавая, что Ты Бог, который поверх всего этого и смотрит на нашу душу И готовит нам небо и приглашает нас к себе Благодарю Тебя, что через это все служение Артем мог сегодня сказать Тебе да Обновить свое покаяние Мы благодарны Тебе, что Ты работаешь с Его душой Благодарны Тебе, что Ты касаешься и наших душ И мы просим Тебя, чтобы через это Ты вдохновил нас на новые духовные победы В Тебе, только в Евангелии Только в Тебе, Иисус Только в благодати Посредством веры Благодарю Тебя, что Ты даровал нам необъяснимую благодать Которую мы не можем осознать, не можем постичь Но осознаем, что Ты стоишь за этим и подготавливаешь наши сердца И сегодня мы так благодарны Тебе, что мы сегодня Одной хвалою могли Тебе принести весь этот фимиам из нашей хвалы Прими это, престолу благодати И пусть Твоего, престолу благодати, на нас изливается милость и благодать опять же Будь возвеличен и прославлен Мы сердечно Тебе за все благодарим И прославляем любящего нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого Аминь Божьих Вам благословений Приветствуйте друг друга Обязательно поприветствуйте наших друзей из церкви Источник жизни, которые сегодня так украсили наше служение Божьих Вам благословений 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 Божьих вам благословений